Этот набор ниток я буду использовать при вязании пинеток. Подошва у меня связана. Прикрепляю желтую нить в два сложения и делаю обвязку столбиками без накида со стороны подошвы за заднюю стенку. Как вязать подошву можно увидеть в ссылку под этим видео. Там где реливные столбики это начало верхней части пинеток, но я буду обвязывать подошву. Прикрепляю желтую ниток. Прикрепляю желтую ниток. Поворачиваю и продолжаю делать обвязку, но только в одну нить. Вторую нить отрезаю. Обвязку делаю рачьим шагом со стороны тела пинеток. Это столбики без накида, которые вяжутся слева направо, то есть в обратном направлении. Продолжение следует... Закончила обвязку рачьим шагом. Нить отрезаю. С помощью иглы прячу концы нити. Обвязка готова. Переходим вязать первый ряд верхней части пинеток. Первый ряд вяжу желтой нитью. Нить прикрепляю на боковой части пинеток. Столбики без накида провязываю по всему ряду. Вяжу с внешней стороны пинеток за заднюю петлю нижнего ряда. Получился у меня вот такой симпатичный желтенький. Первый ряд. Первый ряд пинеток. В конце ряда соединительная петля красной нить в два сложения. В этом ряду тоже вяжу столбики без накида за заднюю стенку. Красной нитью два сложения. Как обычно, уже в конце ряда соединительная петля, но нитью другого цвета. Я буду вязать салатовой нитью. Вяжу весь ряд столбиками без накида нитью салатового цвета. КОНЕЦ В конце ряда соединительная петля нитью другого цвета. Столбики без накида за заднюю стенку светлой нитью. Замыкаю ряд соединительной петлей. Еще один ряд вяжу столбиками без накида за заднюю стенку светлой нитью. Субтитры создавал DimaTorzok В конце ряда провязываю также соединительную петлю или глухую петлю, как кто называет. Нить отрезаю и с помощью иглы ее прячу. Бортик пинеток связан. Перехожу вязать мысок. Определяю место, где буду привязывать новую светлую нить. Отметила центр мыска и от центра по 15 петель в обе стороны. Приступаю вязать мысок пинетки. Воздушная петля. Столбик без накида. Дальше вяжу столбиками без накида от маркера до маркера. Всего 30 столбиков без накида. Субтитры создавал DimaTorzok первый ряд мыска провязала. 3 воздушные петли, как один столбик с накидом. Вязание поворачиваем. В эту же петлю нижнего ряда провязываем столбик с накидом. Потом пропускаю одну петлю в основании и столбик с накидом в следующем. Второй ряд мыска вяжем столбиками с накидом через одну петлю. столбик с накидом, одну петлю пропускаем, столбик с накидом. Так вяжем до конца ряда. Всего 17 столбиков с накидом, включая 3 воздушные петли, петли, которые считаются как один столбик. В конце ряда 2 столбика с накидом без пропуска петли. Получилось закругление мыска. Второй ряд провязан. Начинаем третий ряд мыска с одной воздушной петли. вязание повернули. Дальше столбики без накида в каждую петельку нижнего ряда. Всего 16 столбиков без накида плюс 1 воздушная петля. Ряд столбиков без накида провязала. Четвертый ряд мыска, 3 воздушные петли, столбики с накидом через одну петлю. Надо провязать 8 столбиков с накидом плюс 3 воздушные петли подъема, которые соответствуют одному столбику с накидом. Получается 9 столбиков с накидом. 1 воздушная петля. Столбики без накида в каждую петлю. 7 столбиков без накида и 1 воздушная петля как столбик без накида. Ряд провязан. Вязание повернула и в каждый столбик без накида нижнего ряда провязала глухие петли. Вводим крючок в нижнюю петлю. Захватываем нить. У нас на крючке 2 петли. Протягиваем нить через эти две петли вместе. Так провязывается глухая петля. Всего сделала 6 глухих петель. 1 воздушная петля. Вязание повернула. Обвязываю столбиками без накида, захватывая 2 нижних ряда. Ряд глухой петли и ряд столбиков без накида. Мочалочку положила вовнутрь пинетки, чтобы она держала форму. У меня пока нет манекена для стопы пинеток. Поэтому приходится использовать такой метод. 1 воздушная петля. Всего провязываю 6 столбиков без накида. 1 воздушная петля. Провязала 4 воздушные петли. Крючок вытащила и ввела в петельку с противоположной стороны. Захватила ту петлю, которую только что оставила без крючка и протянула петлю, в которой крючу. Таким образом закрепила цепочку. В эту цепочку провязала 5 столбиков без накида. 6 столбиков без накида. 1 воздушная петля. 1 воздушная петля. Вязание повернуло. 5 столбиков без накида над столбиками нижнего ряда. 2 воздушная петля. 6 столбиков без накида. 6 столбиков без накида. 1 воздушная петля. 1 воздушная петля. опять вязание повернула вяжу 5 столбиков без накида и того после обвязки цепочки из 4 воздушных петель надо провязать еще два ряда столбиками без накида набираю 5 воздушных петель потом третью петлю язычка провязываю столбик с двумя накидами в эту же петлю также провязываю столбик с двумя накидами надо еще провязать третий столбик с двумя накидами в последнюю петлю язычка вот так у нас должно получиться одна воздушная петля вязание повернула потом два столбика без накида каждый столбик с двумя накидами по одному столбику без накида опять два столбика без накида между столбиками с двумя накидами всего 6 столбиков без накида повернула вязание воздушную петлю не делаю а вяжу сразу первую петлю столбик без накида следующие петли также провязываем столбики без накида провязала два ряда повторить еще ряд столбик без накида повторить еще ряд столбик без накида воздушную петлю не делаем 6 столбиков без накида всего провязала три ряда светлыми нитками вязать закончила нитку отрезала и спрятала на этом вязать мысок закончила и перехожу к пятке маркерами с двух сторон отмечаю от конца мыска по 8 петель восьмую петлю прикрепляю нить коричневого цвета одна воздушная петля один столбик без накида за заднюю стенку далее столбики без накида за заднюю полупетлю для образования канта второй столбик без накида за заднюю стенку Провязала столбики без накида до маркера на противоположной стороне. В последнюю петлю, где маркер, провязываю последний столбик без накида. Всего провязала 20 столбиков без накида за заднюю стенку. И одну воздушную петлю в начале, как один столбик без накида. Одна воздушная петля. Повернула вязание. Столбики без накида за обе стенки петли нижнего ряда. Так провязала 18 столбиков. В конце ряда делаем убавление. Две петли вместе. Ввела крючок в столбик, вытянула петлю. В следующую петлю опять ввела крючок и опять вытянула. Провязала две петли вместе. Одна воздушная петля. Повернула вязание. Столбики без накида за обе стенки до конца ряда. Всего 16 столбиков без накида. В конце ряда опять делаю убавление. Провязываю две петли вместе. Как в предыдущем ряду, только с другой стороны. Провязываем коричневой нитью с убавлением конца ряда. Еще два ряда. Всего надо провязать пять рядов коричневой нитью. Субтитры создавал DimaTorzok Нить отрезаем и прячем. Буду вязать другим цветом нити. В этом ряду будем делать прибавления по углам пятки. Бортик прикрепляю к красную нить и вяжу одну воздушную петлю и три столбика без накида до угла. На углу провязываю в одну петлю два столбика без накида. Потом вяжу столбики без накида до следующего угла. Это 13 столбиков без накида. Довязала. Опять прибавляю одну петлю. В конце ряда 4 столбика без накида. Делаю еще дополнительный столбик без накида нижней части ниток. Красной нитью вяжу еще один ряд. Одна воздушная петля. Четыре столбика без накида. На углу прибавляю один столбик без накида. Вяжу 15 столбиков без накида до следующего угла. Прибавляю один столбик без накида. В одну петлю провязываю два столбика без накида. Пять столбиков без накида в конце. Последний столбик в петлю бортика. Закончили вязать красной нитью. Будем вязать нитью салатового цвета. Одна воздушная петля. Пять столбиков без накида. Вяжу 15 столбиков без накида до следующего угла. Опять в углу провязываю в одну петлю два столбика без накида. Это прибавление. В конце 6 столбиков без накида. Еще один салатовый ряд. Начинаю сразу с шести столбиков без накида. Воздушную петлю не провязываю. Далее прибавление в одну петлю два столбика без накида. После прибавления вяжу 16 столбиков без накида. На следующем углу опять прибавляю один столбик без накида. В конце ряда 6 столбиков без накида. Нить отрезаем и прячем. Теперь буду вязать три ряда светлой нитью. Одна воздушная петля. Шесть столбиков без накида. Дошла до угла. И здесь провязываю два столбика без накида в одну петлю. 18 столбиков без накида до следующего угла. Прибавляю опять один столбик без накида. Шесть столбиков без накида. И один столбик без накида в переднюю стенку следующей петли внизу пинетки. Второй ряд светлая нить. Одна воздушная петля. Шесть столбиков без накида до угла. В углу делаю прибавку один столбик с накидом. После прибавки 20 столбиков без накида. На следующем углу добавляю один столбик без накида. После прибавки 7 столбиков без накида. Одна воздушная петля. 7 столбиков без накида. Дошла до угла и теперь буду вязать ремешок. Для ремешка набираю 30 петель. Восьмую петлю провязываю столбик с накидом. Получилась петелька для пуговки. В каждую петлю цепочки провязываю столбики с накидом. Всего 23 столбика с накидом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вынимаю крючок из петли и ввожу его в заднюю часть пинетки, чтобы присоединить ремешок к боковой части и переход на следующую часть провязывания ряда. Ремешок можно сделать с любой стороны. Ряд довязываю до конца. В углу делаю прибавку, так как делала раньше. Связала пятку с ремешком. Перехожу на более тонкий крючок. Прикрепляю светлую нить к основанию мыска и начинаю обвязывать мысок столбиками без накида. Дошла до язычка. Язычок также обвязываю столбиками без накида. Теперь обвязываю столбиками без накида. Обвязываю нижнюю часть пинетки столбиками без накида за свободную переднюю стенку. Обвязываю со стороны подошву. Буду обвязывать желтой нитью всю пинетку. Прикрепляю нить в нижней части пятки. Вяжу столбиками без накида за обе стенки до ремешка. Обвязываю ремешок. Петельку для половички провязываю 6 столбиков без накида. Продолжаю обвязывать ремешок. Таким образом обвязываю полностью всю пинетку. Продолжение следует... Продолжение следует... Обвязала пинетку контрастной желтой пряжей. Пришиваю пуговичку. Протягиваю ремешок через язычок. Пинетка почти готова. На этом можно и закончить работу над пинетками. Но я решила продолжить обвяз. Сделать кант. Обвязываю белой нитью за переднюю свободную петлю. Крючок беру меньше по размеру. Продолжение следует... Продолжение следует... Через веревшие снепorts... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подпишем обвязку желтой нитью... СТОЛБИКАМИ БЕЗ НАКИДА СТОЛБИКАМИ БЕЗ НАКИДА Теперь буду делать обвязку коричневой нитью столбиками без накида со стороны подошвы. СТОЛБИКАМИ БЕЗ НАКИДА Получились вот такие симпатичные сандалики для самых маленьких.